И сегодня мы коснемся с вами темы «То, на что нет образцов в гости». Покажу вам несколько примеров, как можно составлять описание. Пожалуйста, Елена. Как можно... Мы, кстати, про вот эти версии книги из ЭБС. Посмотрите записи предыдущих вебинаров на нашем канале. Мы про это разбирали, и даже какие есть варианты в разных ЭБС. Могут быть разные варианты описания. Мы к этому тоже обращались. Просто можно посмотреть там, там про это было. А сегодня мы поговорим немножко про другое. Про то, о чем молчат госты, чего нет в образцах описания, или что пока еще нет в образцах описания и в гостах. Ну, это же первое, куда мы лезем, да, раздел. Не пункты читать, а посмотреть, как это можно сделать. Но не всегда это можно найти. Ну, вот скорее про вот эту тему мы сегодня и поговорим. И, естественно, все охватить мы просто не сможем. Но если вы... Если уловить вот саму логику, как это делается, да, то тогда можно составить описание самостоятельно даже, пользуясь гостами, рекомендациями и допущениями, возможностями, которые есть в стандартах, можно сделать описание даже вот на тот ресурс, которого нет в образцах. Ну, какие-то вещи мы сегодня посмотрим. И два маленьких дополнения. Да, поэтому мы сегодня с вами будем говорить и о мультимедийных ресурсах, и не только о них, но и об электронах. Так как часто мы сталкиваемся с тем, чего нет в образцах, даже если речь идет и не о мультимедиа. Но есть небольшая разница. Электронный ресурс – это более широкое понятие. Это ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники. Да, это могут быть электронные данные, и программы, и сочетание этих видов в одном ресурсе. А мультимедийный ресурс – вот я вам два пункта двух ГОСТов 2018-го и привела, да, где это можно посмотреть. А мультимедийный ресурс – это электронный ресурс, который содержит информацию различной природы. И текстовая, и звуковая, и графическая, и все это на одном экране, скажем так. Поэтому здесь, ну, иногда мультимедийными ресурсами называют и видеозапись. Ну, правильно это или нет, ну, кто знает, может быть, да. Ну, просто в ГОСТе для видеозаписи есть свое обозначение, например, виды информации и средства доступа, более упрощенное. А для мультимедийного ресурса нам придется много чего расписывать. Ну, вот посмотрим. Поэтому мы сегодня будем говорить и о мультимедийных ресурсах, и об электронах. Ну, например, пост в социальные сети где-то в профессиональной группе, или комментарий, какая-то реплика. Если мы на нее даем ссылку, то и каким-то образом используем в своем тексте, то в этом случае мы имеем дело не с мультимедийным ресурсом, естественно, а с электроном, но такого примера вот пока еще в ГОСТе, например, 2018-го у нас нет. Но сделать надо. Ну, вот про такие случаи мы сегодня тоже поговорим. И два момента, на которые хочу обратить ваше внимание сразу же. У нас цикл идет в библиографии для небиблиографов, поэтому какие-то тонкости, хитрости, уж совсем глубоко специфические, которые в работе библиографа и библиотекаря встречаются, встречались и будут встречаться, мы, скорее всего, затрагивать не будем. попроще, полегче, но вот с прицелом на студентов, на учащихся, на преподавателей, которым приходится этим пользоваться. Поэтому вот этот вот момент имейте в виду. И второй момент, то, о чем мы сегодня будем говорить, оно будет носить рекомендательный характер. То есть ГОСТами не все регулируется или пока регулируется не все, поэтому возможны различные варианты составления описаний, даже найти примеры, которые я вам буду приводить, но, естественно, в рамках ГОСТов. То есть тогда мы запасаемся ГОСТами и смотрим пункты ГОСТов и в соответствии с этим уже свои варианты предлагаем. Но самое главное понимать, что мы сделали, зачем мы сделали, чего можно убирать, чего нельзя убирать. Вот как раз, кстати, вопрос Натальи Савилкиной у нас в тему. Нужно ли указывать ИСБН в библиографических списках? И область международного стандарта, номер международного стандарта, это элемент обязательный. Его в списках указываем. И СБН, и ССН. Вот эти номера указывать нужно. Это тот самый идентификатор, по которому мы можем найти книгу, даже если в описании мы допустили какие-то записи, но допустили какие-то ошибки. Это то, что помогает нам быстро найти нашу книгу. Кстати, у нас такой-то вебинар тоже будет про ИСБН, ИССН, УДК, ББК, по-моему, 21-го числа. Про это мы тоже поговорим. А вот ДОИ, например, относится к условно-обязательным. Это номер-идентификатор, который присваивается статьям. Но его указывать, несмотря на то, что он условно-обязательный, его рекомендуется тоже указывать, если он есть у статьи, потому что это тоже тот самый идентификатор, по которому мы можем эту статью найти. Даже если URL изменится. Вот для этого нам вот эти идентификаторы и нужны. И возвращаясь к нашей теме, коллеги, только большая просьба вот такого рода вопросы во вкладочку «Вопросы». Пишите, пожалуйста, мы потом к ним вернусь, еще раз пройдемся, посмотрим. Да, про презентацию, коллеги, скачиваем из вкладки «Файлы» или вот отсюда по ссылке с диска. Сейчас я вам еще раз ее в чат повторю. Был вопрос. И что касается электронных ресурсов, у нас здесь очень опять интересная ситуация складывается. Только-только мы успокоились, что ввели новый ГОСТ по библиографической записи библиографическим описаниям, 2018-й, только-только мы к нему начали привыкать. И вот, здрасте вам, опять мы живем в эпоху перемен. Да, сейчас вас немножко попугаем. При составлении библиографической записи и описания ссылки на электронные ресурсы, какими нормативными документами мы в первую очередь пользуемся. Это ГОСТ-2018 библиографическая запись и описание общей требований правила и составлений уже в рамках национального стандарта. И ГОСТ-библиографическая ссылка 2008 года, ну, сокращенно мы их будем называть ГОСТ-2018 и ГОСТ-2008. Общие требования и правила составления. Но в ГОСТе по ссылкам у нас очень мало касается ресурсов сетевого распространения, удаленных ресурсов, тем более тех новых, которые у нас появились. ГОСТ-2003. Межгосударственный стандарт, вот он действует на территории страны СНГ, поэтому имейте в виду, если вы на территории Российской Федерации, пользуемся в 2018. Если вы на территории страны СНГ, то у вас действует ГОСТ-2003. И есть все-таки связка, больше существует между этими двумя ГОСТами. Отсылки к ГОСТам внутри вот этого ГОСТа, перечисление нормативных документов ГОСТа по библиографической ссылке, он, естественно, отсылает вот к этому ГОСТу, а не к 2018. И еще, когда мы говорим о... Ну, все-таки вот эта связка сейчас более... становится все более актуальной, особенно если мы говорим об электронных ресурсах. ГОСТ... Был у нас еще один ГОСТ, пока еще есть, но уже почти был. 2001 года библиографической записи, описание, да, то, что касается электронных ресурсов. Так вот, коллеги, вот здесь нас ожидает следующая вещь. Библиографическая запись, библиографическое описание электронных ресурсов, общие требования и правила составления. Спешу вас порадовать. Если мы откроем сайт Кодекса, есть хороший сайт, если хотите, я вам сейчас даже ссылочку на него попробую найти и дать, где можно найти все-все-все ГОСТы. Так вот, если там открываем ГОСТы, то появляется такая красная строка. Применение в качестве национального стандарта прекращено. То есть вот этот ГОСТы уже в качестве национального стандарта Российской Федерации у нас не действует. И перешел в статус недействующего. Вот этот значок будет висеть, если вы даже просматриваете ГОС, да, он лежит, он в доступе, но значок висит как недействующий. И вот эту строку оперативной информации можно найти вот здесь. Открываем текст, оперативная информация, и вот что он нам выдает. Действие в качестве национального стандарта аж 25 января текущего года прекращено. И я вам даже привожу ссылку, если вдруг кому-то понадобится для работы, для внесения изменений в методические рекомендации. Вот здесь можно скачать презентацию, и ссылка там активна. Приказ об отмене. Вот библиографическое описание электронных ресурсов, общие требования правил составления. Вот они прекращают свои действия с 25 января. В ГОСТе 2018 внесено очень много информации именно по составлению библиографической записи и описания на электронные ресурсы. Поэтому, видимо, сочли... Ну, и действительно, этот ГОСТ значительно устарел, так как в нем практически не было ничего, очень мало про удаленные ресурсы, тем более про сетевого распространения. Все это нашло отражение в новом ГОСТе 2018. А что делать с ссылками? И вот по ссылкам вводится новый ГОСТ, пока еще не введен. И обратите внимание, тут тоже идет действующий, но действующий проект. Есть проект библиографической ссылки на электронные документы, размещенный в информационно-телекоммуникационных сетях. Вот теперь он будет называться так. И, скорее всего, ссылки на электронные документы мы будем составлять уже в скором времени, как только его примут. Не проект, а уже действующий. Обсуждение прошло. Буквально недавно, в феврале, проходило такое всенародное обсуждение этого проекта. И, скорее всего, ссылки мы будем оформлять уже по этому ГОСТу. Скачать его можно там же на сайте, в формате PDF, например. И вот вся информация есть. И текст можно посмотреть. Текст имеется. Ну, вот такую вот вещь. И имею честь вам доложить в самом начале, что вот такие у нас изменения теперь предстоят в скором будущем. И настоящий вот этот новый ГОСТ, новый стандарт, 21-й, уже пока он еще не принят, пока он еще действует в формате такого информирования. Но почитать, посмотреть, наверное, стоит. Что нас ожидает. Ссылку в чат. Сейчас я вам посмотрю ссылку в чат. А, сейчас я вам даже вот отсюда его дам. Вот, на новый ГОСТ в формате PDF можно вот и отсюда скачать. Да, такая вот хорошая, большая ссылка. А на сборник вот этих ГОСТов... Сейчас я вам тоже ссылочку дам. Вот она. Это электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. Вот все ГОСТы, в том числе и проект этого, можно найти вот по этому сайту. Ну и пишут несуществующие. А, ну, может быть, тогда вот по вот этому, по вот этой маленькой, коротенькой ссылке вот оттуда можно взять. Не волнуйтесь, коллеги, если по большой ссылке не получается открыть, я вам попробую в конце нашей встречи найти... По-моему, у меня был скачанный вариант в PDF. Я вам тогда его просто загружу в материал, и оттуда можно будет забрать или с диском. И все, я поняла. Да, вот по маленькой ссылке есть, по маленькой ссылке можно вот этот же ГОСТ найти. Это вот как раз по маленькой ссылке, оттуда он и взят. Поэтому маленькую ссылку забираем, а с большой разберемся. Ну, вот такие особенности нас могут ожидать в скором времени. К этому надо быть готовыми. Поэтому уже некоторые элементы можно при составлении ссылок и библиографических записей, электронных ресурсов которых нет в ГОСТах, учитывать и потихонечку, потихонечку включать. Ага, Олеся Хусейнова, спасибо большое за помощь. И проект нового ГОСТа вводится в целях унификации правил составления библиографической ссылки при цитировании, упоминании документов, которые размещены, как теперь говорят, в информационно-телекоммуникационных сетях. В основу разработки этого стандарта легли правила международного стандартного библиографического описания и включаются общие правила цитирования, упоминания, адаптированные к отечественной практике библиографирования. Ну, в западных стилях, в международных стилях оформления ссылки на различные виды электронных источников в принципе уже давно можно было добавлять. Ну, вот теперь у нас тоже такое появляется. И вот в генераторах как раз в среду посмотрим, там эти элементы есть. Вот как раз для составления ссылок на электронные ресурсы зарубежные и для референсис. Здесь по разным стилям как раз все хорошо проработано. Ну, вот теперь у нас для собственного ГОСТа такое будет. И вот такая вот у нас история с вами происходит. То есть опять мы с вами живем в период смены ГОСТа. По описаниям, самое сложное, что у нас возникает, то, о чем мы говорили на предыдущих вебинарах, если мы говорим о библиографической записи или ссылке, ну, в ссылках мы тоже можем это указывать, а можем и нет, так как это либо факультативный, либо условно обязательный элемент. Но вот вид содержания и средства доступа, то есть чем чаще всего у нас возникают вопросы. Мы их подробно разбирали на предыдущих вебинарах, но просто еще раз напомню этот слайд. Чаще всего мы имеем дело с изображением, с текстом, с устной речью. И вспоминаем, что если мы составляем описание на видеосюжеты, на видеоролики, видеозаписи, движение звуки или аудио, движение звуки к ним не применяется, а используется, например, для видеозаписи термин изображения и термин «устная речь», если речь идет об аудиокнигах, аудиозаписях, постановках театральных радио, аудиопостановках устных рассказов и так далее. То, что записано и в аналоговом, и в цифровом формате. И чаще всего вот что мы используем. Изображение, текст, устная речь, электронная, либо их сочетание. Могут быть и другие вариации, но чаще всего, если мы говорим о цитированиях, о составлении описаний и ссылок на электронные ресурсы для письменных работ, для курсовых, для ВКР, для оформления статей, диссертационных исследований, то чаще всего мы сталкиваемся вот с этими элементами. Все остальное очень-очень редко. Ну и вид содержания средства доступа. Примеры на самые такие часто используемые случаи. Табличку я уже вам давала, еще раз ее просто дам. У кого нет, можно будет потом использовать, чтобы не искать по старым записям. И вот мультимедийные ресурсы. Вот как это может в полном формате выглядеть. Электронные. Либо мы перечисляем все, пишем электронные, либо просто пишется разный вид содержания. Вот чем хороши мультимедийные ресурсы. Я понимаю, почему иногда их используют, хотя не всегда, может быть, это по правилам может относиться к мультимедийным ресурсам, но потому что есть возможность заменить на разные виды содержания. И есть такой пункт у нас в ГОСТе, который позволяет нам это сделать. Для ресурсов, средства доступа, которым возможность обозначить перечисленными всеми вышеперечисленными терминами отсутствует, приводит обозначение другое средство доступа. То же самое для ресурсов со смешанными средствами доступа может применяться термин «разные средства доступа». Например, если у нас больше трех в ресурсе. И для ресурса содержания, которого состоит из множества элементов, мы вот такие формулировки можем приводить. Это пункт в ГОСТе 2018. Можно посмотреть пункт 5.10.4, 5.10.5. Сейчас вам нумерацию этих пунктов на всякий случай в чат скину. Более подробно можно будет посмотреть. И там прям вот приводится подробнейшее описание, что и как можно приводить. Чем хорош мультимедийный ресурс? Мы можем просто написать разные виды содержания и все. Или другой вид содержания, если он не относится к... Ну, нет такого в списке, в перечне ГОСТа. Вот этим хороши мультимедийные ресурсы. Во всех остальных случаях, если у нас просто видеозапись, мы пишем изображение электронное, да, можно писать электронное, если доступ осуществляется с компьютера, через мобильное приложение, например, да, то мы просто можем писать текст электронный, изображение электронное. Здесь тоже старайтесь прощать. Для чего я это говорю? Мне вот с этими пунктами, имейте в виду, что здесь условно обязательные элементы. Нужно ли включать в список источников для, например, учащихся старших классов или колледжей, ну, принимайте решение. Для студентов старших курсов, может быть, и да. Но тогда приведите, пожалуйста, основные примеры. Если вы сами пишите методические рекомендации или являетесь научным руководителем, то дайте хотя бы примеры, вот как у нас была табличка с примерами, да, как это делать, что писать, чтобы они на этом голову не ломали. И научные руководители тоже у нас голову не ломали над этими вопросами. Это достаточно сложный вопрос, и библиографы здесь копья ломают между собой, как и что писать в том или ином случае. Но у нас все-таки для небиблиографов, поэтому максимально упрощаем. Для электронных ресурсов вот эти виды содержания средства доступа мы указываем в том случае, если количество электронных ресурсов в списке источников меньшинство, тогда мы вот это указываем. Если это большинство, тогда можно обойтись без этого. Можно не указывать. Ну, вот на эти моменты просто обращайте внимание. Чем проще, тем лучше. Главное, чтобы еще студенты у нас правильно и учащиеся могли, да и научные руководители с преподавателями хотя бы структуру правильно соблюдали. Поэтому вот здесь постарайтесь, особенно для библиотекарей, для библиографов, для научных руководителей, кто сам пишет методические рекомендации, пожалуйста, вот здесь постарайтесь максимально упростить, чтобы ни вам не мучиться, ни тем, кто будет писать. И по примерам. Был вопрос, как скачать презентацию ради примеров. Вот вам, пожалуйста, примеры. Разберем на аудиокниге. Верхний пример – это из ГОСТа. Приведено описание. А если та же самая книга, но мы ее читаем, например, в электронной библиотечной системе, вернее, читаем, слушаем раз аудиокнига, но она размещена в электронной библиотечной системе, и там никакого один CD-рома нет, она представлена в виде файла. Как тогда сделать описание? Вот смотрите. Берем наш ГОСТ и переделываем описание, запись библиографическая, потому что у нас есть заголовок, тогда уже эта запись. Переделываем ее в нормальный человеческий вид. Если есть ISBN, то его записываем. Если нет ISBN, то его не записываем. Нормальный человеческий вид для ресурса сетевого распространения. Заголовок остается, заглавие остается, сведения, относящиеся к заглавию, посмотрите, мы их здесь два раза пишем, и два раза ставим знак двоетучия. Через пробелы отделяем его пробелами, потому что это библиографический знак. Что это такое? Это роман. И в квадратных скобочках пишем, что это аудиокнига. Если не написано, если мы сами определяем, что это аудиокнига, не написано на титульном листе, на обложке, то тогда на титульном обложке аудиокниги просто ставим в квадратные скобочки, но дописываем, что это аудиокнига. В сведениях об ответственности автор, ну, здесь иногда можно опускать, если данные, приведенные на обложке, на этикетке и прочее, они совпадают, тогда мы это можем опустить, но кто, например, указан, кто читает эту книгу. Вторые сведения об ответственности для простых списков, источников, для курсовых, например, работ, вот это можно опускать. Вот это вот можно, только первые сведения об ответственности, вторые можно просто убирать. У нас есть место издания, издательство, кто издавал эту книгу, это все мы берем из самого файла. Год. И вот мы здесь только меняем, вместо 1cd.rom мы пишем, что это один файл, и время звучания этого файла, 6 часов 55 минут. Вот эту вещь, один файл, мы тоже можем опускать, тогда у нас просто остается время звучания в круглых скобочках, 6 часов 55 минут. Если посмотрите, то это мы тоже в гости можем найти, что именно так вот приводится. Обратите внимание, без точек. Специально смотрела, в гости идет без точек. Правильно это или неправильно, но в гости в образцах идет именно вот так. И если, а вот если 2 файла, 3 файла, тогда лучше указывать. Потому что может быть, ну как 2 том, 2 тома, 3 тома, да, для книги, тогда, конечно, нужно указать, что в 3 томах, в 3 файлах. Заглавие с титульного экрана, откуда мы взяли вот это вот название, да, с титульного экрана, вот это вот дописываем. Формат записи в примечениях можно указывать, да, лучше всего указывать, но опять же, для школьников, например, для учащихся колледжа, вот это можно опускать, если это просто MP3, да, и доступ, как бы, аудио, и мы его можем слушать с компьютера. Обращение. Да, да, да. Вот, вот. Вот, сейчас мы его поставим. Дата обращения двоеточие, потом дата. При сохранении почему-то у нас оно не сохранилось. Адресная строка, адрес URL, дата обращения, режим доступа по подписке. ИСБН, устная речь, аудио. Причем, все-таки, час, 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 надо посмотреть, надо посмотреть, уточнить в гости, по-моему, у нас так и идет. Минуты точно сокращаются, мин, по сокращению часа, сейчас я вам даже уточню, точно, чем, чем, точно, чем. Не путайте меня. Че, точно, чем. Да, без точек, без точек, в гости чем, на всякий случай все равно уточню, перепроверю, да, идет чем. Вот здесь только дата обращения, двоеточие у нас почему-то исчезло, сейчас я его поставлю, вот оно стоит, да, скачайте презентацию, поправьте. И смотрите, по режиму доступа, вот это вот, режим доступа по подписке, если у нас целиком, ссылка на ресурс целиком, а не на составную часть, он у нас уйдет вот сюда, тоже перед URL, тоже вот сюда уйдет, он будет не в конце, а он будет вот здесь. Ну и устная речь, аудио можем писать, можем этот элемент, например, для тех же самых студентов у нас сократить. Вот, если через компьютер, тогда у нас будет устная речь, не аудио, а будет, как у нас, да, электронная. Вот тогда мы вот так вот и допишем. вот здесь то же самое у нас будет. Вот это вот можно, можно у нас убирать, это мы можем убрать, мы можем это не писать. Для простых списков источников, например, для тех же самых, так, да, это мы посмотрели. Для тех же самых простых списков источников, для курсовых работ мы вот это вот можем, можем убирать, а вот про режим доступа, куда его писать, вот если обратите внимание, вот про это остановимся. В режиме, режим доступа, в одних описаниях и записях мы можем увидеть его вот здесь перед URL, а в некоторых местах мы можем увидеть его после URL. Так куда же правильно писать, туда или сюда. Так вот, смотрите, есть такая разница. В ГОСТе 2018 есть два раздела. Есть раздел седьмой, библиографическое описание составной части ресурсов, который говорится про указание вот этого режима доступа. И в пункте 5.8 также говорится об области примечаний, к которым вот эта запись режим доступа и относится. Так вот, если мы обратимся к пункту 5.8, область примечания, для ресурсов целиком режим доступа пишется до URL. 5.8, 6.4 пункт для электронных ресурсов сетевого распространения указывают в области примечаний следующие сведения. Там ряд сведений, режим доступа, и потом уже идет адресная строка и дата обращения. Поэтому он пишется до URL. Но есть раздел 7 и есть пункт 7.6.7.3. Сейчас я его вам даже сюда номер в чат напишу, где это можно посмотреть. Что касается составной части ресурса. Вот для составной части ресурса режим доступа, вот самый этот пункт, как у нас гласит, режим доступа свободный, как правило, в описании не приводится. И да, мы его опускаем, этот вообще элемент. Мы его не пишем. Если никаких ограничений нет, просто его убираем, его нет. А вот если режим доступа иной, платный по подписке, требуется авторизация и так далее, то указание на него приводится после даты обращения для составной части ресурса. Поэтому он может перебегать. Если стоит до URL, значит, эта книга целиком или ресурс целиком, но у нас аудиокнига. Если стоит после URL, это значит составная часть ресурса. Ну и ориентироваться можно вот на наличие дабл-слэш. Если стоит дабл-слэш, то рассматривается как составная часть ресурса, и тогда режим доступа мы пишем уже после адресной строки, после даты обращения. Да, и вот здесь у нас тоже дата обращения, так, двоеточие ставим. И ISBN, если есть, то тогда его дописываем обязательно. Ну и тогда у нас будет заканчиваться вот так, на точке. Вот это вот, что касается особенностей с режимом доступа. И как можно нам нашу аудиозапись, что здесь можно еще подсокращать. Можно убрать, можно сделать совсем простой вариант, например. Здесь тоже у нас будет электронная. Если смотрим с компьютера или аудио, если мы слушаем, требуется какой-то для прослушивания. Ну и для сетевого у нас может быть вот так совершенно простой-простой в презентации. Лучше посмотреть потом по записи, Наталья, и потом просто можно будет поправить. А еще в ресурсах я вам в конце открою все исправления или все дополнения, которые вносим на слайд, они будут просто отдельными рисунками, отдельными слайдами. Я вам просто открою к ним доступ, и вы их спокойно сможете скачать. Просто отдельными, а потом уже вставить. И смотреть, что у нас может получиться. Вот если все вот это можно сократить, да, можно подсократить для студентов, для учащихся. В принципе, даже если и это обязательный элемент, но для них мы можем пойти на то, чтобы его... И очень часто его из списков убирают, говорят, да, ребята, напишите, хотя бы вот это правильно напишите. Формат записи МП3 тоже, ну, скорее всего, для сетевого распространения мы можем тоже не писать, поэтому я усерненьким и выделила, да, и у нас остается заголовок, автор, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, да, оставим. Место издания, издательство, год, если они указаны, то да, мы их оставляем. Время звучания. То есть вместо... Помните, как у нас количество страниц? 355, 388. Вместо них мы пишем вот время звучания. Адресная строка, дата обращения, режим доступа по подписке. Вот его мы можем вместо МП как раз поставить, если у нас на книгу целиком, а не на фрагмент. И СБН обязательно оставляем. Вот мы переформатировали, по ходу исправили те нюансы, вот уже видим нюансы, да, что не так, что было пропущено целенаправленно или умышленно, или неумышленно. И вот мы уже отредактировали спокойно библиографическую запись на аудиокнигу. В самом простом варианте может быть и вот так вот уже приведено и вполне даже для использования допустимо. еще один момент, который можно использовать. Сразу возьмем вот это вот. Мы убираем. Значит, здесь у нас сразу пойдет точка-тирея. Время воспроизведения. Вместо физической характеристики, объем документов, вместо страниц, если, особенно если речь у нас идет про ссылка идет на какой-то фрагмент, мы делаем запись на составную часть ресурса или даем полную ссылку на какой-то фрагмент ресурса, можно указывать несколькими способами. Вот в том проекте ГОСТ, который еще не принят, но подразумевается, вот был приведен вот такой вариант. Время воспроизведения имеется в виду отрывка. Время звучания – это как общее количество страниц. То есть, если сравнить с областью физической характеристики книги, то вот это – это то, что мы пишем. Там страница 1, страница 2. Вот она, наша погинация. А вот это – это там 300, например, 300 страниц. Вот так бы мы писали для печатного источника. Вот как бы аналоги и изменяющие, если речь идет о аудио- либо видеофрагменте. То есть мы можем записать, например, вот так. А можем записать и вот так по старому ГОСТу. Мы сами определили фрагмент, который звучит, поэтому берем его в квадратные скобки и просто приводим пока без слов. В новом варианте, скорее всего, будет вот так. Но пока не знаю, какое решение примут. Вот вам два варианта. Можно так написать, можно так написать. И электронный ресурс. Если мы оформляем по старому ГОСТу, по ГОСТу 2008 и по ориентируемся на 2003 ГОСТ, то тогда мы вот эту вещь сюда дописываем, то, что это электронный ресурс, обозначение материала, вот дописываем сюда. Вот разными способами мы можем оформить. Но по ГОСТу 2018 по новым правилам скорее вот первый вариант у нас будет более преимущественный. И вот режим по подписке мы вместо МПЭК можем вот сюда поставить. Режим доступа. Здесь формулировок, опять же, нет стопроцентно гарантированных формулировок так, так и только так писать. Поэтому мы их можем выбирать, выбирать самостоятельно, формулировать самостоятельно. Но это должно быть единообразно. Вот сюда можно еще дописывать в режим доступа. Можно дописывать, который для целого ресурса у нас уйдет вот сюда, перед URL. Можно дописывать, из какой библиотечной системы мы обеспечиваем допуск к этой книге. По подписке или для авторизованных пользователей электронной библиотечной системы, там, ЛАНИ или электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн или там режим доступа из ЭБС такой-то по подписке, там, после авторизации. Варианты могут быть разные. Это тоже мы можем сами составлять. Но единообразные ко всему списку, естественно. и по еще один вид. Презентации, с которыми мы сейчас тоже достаточно часто имеем дело. Если презентация выложена, например, на сайте, описание презентации целиком может выглядеть у нас вот таким вот образом. В данном случае мы ее описываем как составную часть ресурса, ссылаемся на всю презентацию, но сама по себе презентация является частью портала. Название его приводим за двумя косыми чертами. И также даем адресную строку, да, дата обращения. Все. Тексты, изображения, электронные можно писать. Но, опять же, это условно-обязательный элемент, поэтому для самых простых работ можно его, например, опускать. А вот сведения, относящиеся к заглавию, мы указываем, что это презентация. Здесь у нас, опять же, два раза встречаются сведения, относящиеся к заглавию, поэтому два раза ставим двоеточие через пробелок. Первый раз мы поясняем заглавие, иногда это необходимо сделать, называется красиво, да, заливное яйцо фаберже. Что это такое? Это какое-то увлекательно заманивающее заглавие про историю дома Фаберже или же это реально рецепт кулинарный? Ну, поэтому вот сведения, относящиеся к заглавию, если есть пояснения на самом титульном слайде, мы их сюда вносим, если нет, формулируем сами и тогда у нас будет будет вот так вот добавлено тоже в квадратных скобочках. Ну, а то, что это презентация, это мы уже дописали сами, но опять же идет пояснение, что это статья этого, что за ресурс. Ну, вот таким образом мы можем составить на презентацию мультимедийный подкаст про конкретный слайд с презентации, как сделать на, дать ссылку или дать ссылку на конкретный слайд, я вам чуть попозже покажу. Вот как раз с мультимедийного подкаста мы к этому перейдем. А вот мультимедийный подкаст, аудио, презентация и текст. У нас есть автор, у нас есть заглавие, вот ровно как было написано, так мы его и переписали. Сведения об ответственности здесь только один раз мы приводим, мы поясняем, что это мультимедийный подкаст. Почему мультимедийный, сейчас я вам покажу. Разные виды содержания, потому что там есть и тексты, изображения и аудио, поэтому вот сокращаем, либо мы его можем опустить. Откуда это взято? Две косые черты, сведения об источнике, об идентифицирующем ресурсе, название, и вот здесь в сведениях, относящихся уже к заглавию идентифицирующего ресурса, мы в квадратных скобочках указываем, что это сайт или портал. Но это мы сами сформулировали, поэтому вот таким образом указываем, если это не написано на титульном экране. Адресная строка и дальше дата создания либо дата обращения. В данном случае можно ограничиться и датой обращения, но была указана дата создания, поэтому посчитали, возможно, можно указывать, если есть дата создания, то и дату создания, и дату обращения, почему нет. Можно ограничиться одной датой обращения. Коллеги, видно ли сейчас экран? Нажмите, пожалуйста, на огонек, если видно слайды, а то я тут показываю, показываю, а нам участники пишут, что ничего не видно на экране. Ага, отлично. Ирина Остапова, попробуйте просто перезагрузить, возможно, что-то со связью, произошел какой-то сбой, попробуйте просто перезагрузить. Ага, выйти и зайти. Ага, да, иногда подвисает, поэтому не пугайтесь, просто обновляйте страничку. Если на честь, Любовь Гаранова, если на честь ресурса, то да. Если на целый, то ставят после. Потому что URL и дата обращения – это обязательные элементы, но они идут область, если посмотреть по порядку областей, по структуре, они идут до идентифицирующего ресурса. А вот если вы составляете то, что называется аналитическое описание, на составную часть, составная часть может иметь свой отдельный ИСБН. Например, у многотомника может быть. Если возьмете многотомное издание, посмотрите, электронное, печатное, у него может быть несколько ИСБН написано. И ИСБН всего многотомника, который присваивается всем 25 томам, и у каждого отдельного тома может быть свой отдельный ИСБН. Тогда пишут том 1, ИСБН, том 2, ИСБН. Вот в этом случае перед URL ставится ИСБН вот этой составной части, а после может быть указано, если указывается ИСБН, то всего многотомника. Иногда этого не делают, ограничиваются только одним ИСБН на отдельный том. Александр, да, подкаст – это именно аудио. И вот здесь как раз, почему называется мультимедийный подкаст. Это очень интересная платформа. Я ее в прошлый раз показывала, просто вот этот адрес запомните, потом можно будет посмотреть. Он позволяет делать очень озвученные презентации. Поэтому, в принципе, мы его слушаем, и слушать можно, закрыв, да, несмотря на презентацию. Поэтому они так и называются, те ресурсы, которые там располагаются, он так и называется сайт, по-моему, мультимедийных подкастов. Поэтому здесь нет как такового видео, здесь есть озвученные презентации. В основном упор делается на звук, озвучка текста. То, что мы начитываем, оно автоматически превращается в текст. Поэтому и мультимедийный. У нас есть слайды презентации, у нас есть аудиодорожка, мы ее слушаем, и у нас есть текст. Вот это наговаривается текст, и он автоматически превращается в печатный текст. А вот переключать мы можем переключать, а можем не переключать, включить просто звук и слушать его, как вот это. Презентация слайда аудиокнига, да. Но видеофрагмент вы можете вставить вместо презентации, например, у вас будет идти как видео. Ну, вот так вот они называются. Иногда мультимедийным ресурсом называют вообще только один видеофайл. Или одну аудиокнигу уже относят к разделу мультимедийных ресурсов. Ну, вот что ж мы можем поделать. Ну, такая неразбериха пока еще царит. Но, тем не менее, есть у нас несколько видов. Есть изображение, есть текст, есть звук. Все уже можно считать. Три вида относим к мультимедийным вещам. Ссылка на отдельные фрагменты. Вот даже с этого ресурса мы можем, например, выделить какой-то отдельный фрагмент, отдельный слайд и на него ссылаться. Как это можно сделать? Вот смотрите, перед URL мы можем указать, например, точно так же, как область физической характеристики, на какой странице находится для книги, а здесь на каком слайде находится. Это можно делать и удобно делать в том случае, если у нас есть нумерация слайдов, на самих слайдах проставлена нумерация и здесь проставлена нумерация. Если этого нет, то это сделать достаточно сложно. Нам придется все пересматривать. Точно так же, как запись видео, например. Вот попробуйте взять запись любого вебинара и там найти отдельный слайд, на который вы будете ссылаться. Это достаточно сложно. Мы в этом случае используем то же самое время воспроизведения. Это легче сделать по вот таким ресурсам видео или аудио. Вот оно тем более указано. И здесь по времени воспроизведения нам легче всегда найти нужный фрагмент и нужную картинку. Например, вот так можно указать. Либо просто время воспроизведения в квадратных скобках, либо по старым требованиям, либо по новым требованиям в круглых скобках. Ну, тогда пишем минута, секунда, минута, секунда. Может применяться скринкаст. Если он озвученный, то, наверное, да. Если есть скринкаст, скорее нет. Скорее как изображение пойдет. И для презентации, обычной презентации, состоящей из слайдов, выложенных на сайте, то же самое, мы приводим описание. И вот здесь мы указываем номер слайда или номера слайдов по генации, на которые мы даем ссылку. Про электронные курсы. С электронными курсами можно составить по аналогии с учебным пособием, например, в электронном формате, как на электронном учебной пособии. Елена Фисенко. Автора в сведениях об ответственности не писать. Можно не писать, если не отличается от приведенного в источнике. Если мы что-то дополнили, что-то добавили или по-другому указали, то тогда да. Вот в этом случае, например, про электронный курс, вот здесь мы пишем в сведениях об ответственности. Было указано вот так, Антону Ницину. Мы все-таки записываем сначала фамилию, потом имя. Поэтому здесь меняем. Если мы меняем, то тогда да. Если не меняем из источника, оно полностью совпадает то, что указано на титульном экране, титульном листе, тогда по правилам можно опускать. И вот описание электронного курса. Как на целый ресурс. Заголовок, автор, название. Мы пишем в сведениях об ответственности, что это мультимедийный электронный ресурс, потому что там всего есть. И тесты, и игры, и видео, и аудио, и тексты. Разные виды содержания. Если нужно, можно дописать вот так. Закасываю чертой. Автор. Как он был указан на титульном листе курса. В титульном экране. Чей это курс? Новосибирский государственный университет. И за дабл слэш мы указываем, что он расположен на глобальной платформе онлайн обучения Курсера. Вот здесь мы тоже можем... Что здесь поставить? Можем написать вот так еще. В сведениях об ответственности адрес и режим доступа для зарегистрированных слушателей курса сформулировали сами, дописали в конце, потому что есть дабл слэш, составная часть. Но мы можем написать и вот так сделать описание на тот же самый электронный курс. То есть в одном случае мы его можем рассмотреть как составную часть платформы онлайн... Некой платформы онлайн обучения. А можем рассмотреть как самостоятельно существующий курс, но доступ к нему осуществляется с платформы онлайн обучения. Смотрите, вот мы немножко поменяли и у нас немножко поменялось. Здесь мы его описываем как составную часть неотъемлемую. Но если он существует еще где-то, то мы можем его так описать. Дата публикации вместо даты обращения «Любовь» пишется для электронных, допускается в ГОСТе применять для электронных статей, для публикации в электронных журналах, там, где есть дата публикации, в принципе, это возможно и указано. Для электронных журналов это допускается. Опять же, допускается. Можно указывать, можно писать дату обращения. Для периодических, для изданий электронных, там записываем. Ну вот два варианта оформления, например, описания на электронный курс. Можем сделать и так, и так, и так, просто два разных подхода. Так же, как с книгами из ЭБС. Иногда книга рассматривается как составная часть электронной библиотечной системы, а иногда указывается именно вот так, что просто доступ осуществляется, и тогда мы это указываем в режим доступа. И тот, и другой вариант правильный, но самое главное, чтобы они в одном списке, был один из вариантов. А если нам нужно, ну вот чем с этим вариантом больше проблем с первым может возникать, да, если мы описали электронный курс как элемент, как составную часть платформы, а нам нужно дать еще ссылку, например, на часть этого электронного курса. Ну вот тогда второй вариант описания нам больше подходит. И мы можем это сделать вот так. Видеоурок. Автор. Название видеоурока мы взяли вот отсюда, со слайда. Вот он. С сайта. Это видеозапись, поэтому здесь мы пишем изображение электронное, потому что это видеозапись. И вот по правилам мы это написали. И откуда он взят? И вот здесь за двумя косыми чертами мы приводим ссылку на саму книгу, на сам электронный курс. Вот то, что мы писали вот здесь. Да, вот они, основы, мультимедийные электронные курсы. Вот эта вторая запись нам как раз здесь больше будет уместно. Автор отличается. Вторые сведения об ответственности можно не приводить, но можно привести. Мы их привели. Здесь пробела у нас не будет. Точка привязана. Длительность. Вот эта длительность. Это длительность воспроизведения урока. Не всего курса, а одного урока к нему относятся. Адресная строка, дата обращения. И режим доступа пишем в конце. Откуда у нас, что для этого требуется, чтобы посмотреть этот фрагмент. Это составная часть ресурса, поэтому пишем после даты обращения. Вот так можно оформить, например, ссылку на отдельный элемент электронного курса. Опять же, это вариант. И вот таким образом. Если уж ссылаемся, и вместо видеозаписи у нас здесь может быть и текст, здесь у нас может быть и какое-то сообщение на форуме, на учебном, и тогда в зависимости от этого у нас будет меняться. В сведениях об ответственности видеозапись меняем на что это сообщение, либо какой-то комментарий, если говорим про форумы. И тогда здесь у нас будет не изображение, а текст электронный. Указывать, смотрите, для, Александр, для предметных экспертов и разработчиков, если это, это скорее вторые сведения об ответственности, да, можно указывать вот сюда, после, вот сюда перед Новосибирским государственным университетом в сведениях об ответственности идет автор. И вот здесь просто пишите, как указывать, ровно так же, как редакторы, ответственный редактор пишите. «Предметный эксперт» такой-то, точка запятой, да, там, разработчик такой-то. Если это автор, тогда просто можете указать автором. Смотря, какую роль он выполняет. Если он же автор, тогда просто можно указать автора. Это уже не указывать. А можно указать, как? Давайте посмотрим. Если он же является предметным экспертом, ну, можно указать. А почему нет? Запрета такого нет. Указывайте. И еще пара примеров, как, на что можно оформлять описание ссылки. Электронное письмо. Вот здесь есть, да, их тоже можно, на них тоже можно указывать. Но, опять же, если это допустимо, с содержательной точки зрения нет запрета, да, то можно, да, указать и электронное письмо, если там мы ссылаемся на какой-то текст или фрагмент текста этого электронного письма. Но, опять же, это должно быть обоснованно, с чего вдруг вы начали приводить электронные письма в тексте своей работы. И обратите внимание, ссылки и описания возможны только в том случае, если есть возможность обеспечить доступ к письму третьих лиц, того же рецензента, например, или научного руководителя. Они должны иметь возможность к этому письму обратиться. Соответственно, здесь еще и этический момент вступает в силу. Не забудьте согласовать, что вы собираетесь публиковать текст или фрагмент текста электронного письма с автором этого электронного письма или всеми заинтересованными лицами, которые стояли в копии этого электронного письма. С тем, чтобы не было потом неприятностей у вас. Все-таки это момент этический, и игнорировать его нельзя. Мало ли, у вас была... Все-таки это личная переписка, человек же не в публичной зоне что-то вам написал. Ну и потом, если это какие-то служебные документы, письма по работе, например, то тоже, чтобы... Или по научному исследованию, чтобы не было какой-то утечки информации, вы потом не оказались виноватых. Поэтому вот это вот правило, пожалуйста, на заметку. Обязательно согласовывайте. А схема очень простая. Вот с электронными письмами здесь все очень просто. Заголовок, автор письма, основное заглавие берем из темы письма или первые строки текста письма, сведения, относящиеся к заглавию, сюда же вид документы, дата и адресат. И последний – это режим доступа. Можно тоже здесь не регламентируется строго, как нужно указывать режим доступа, но ограничение такое есть, просто записываем. Никакого URL у нас уже не будет. У нас просто вот это объяснение, как получить доступ к письму, он у нас это и заменяет. Надо ли писать дату обращения? Здесь, в общем-то, требований таких нет. Да, это текст электронного письма, и пример, как оно может быть составлено. Например, автор письма Иванова, текст начинался вот такими словами, электронное письмо от такого-то числа к кому. И режим доступа с личного компьютера. Но режим доступа может быть различный. Например, с личного компьютера адресанта или с личного компьютера адресата. И так, и так может быть. Может быть, и третий вариант, например, режим доступа по согласованию с заведующим кафедры, развитие мозга, суперинститута с кафедрального компьютера. И так может быть написан режим доступа. Самое главное, что должно быть понятно, с кем согласовывать из авторов доступ к этому тексту. Вот это нужно указать. И где его можно посмотреть. И, ну вот, например, вот так, по согласованию с адресатом с личного, или адресантом с личного компьютера такого-то. Или по согласованию с указанием с кем. Ну, как вариант. Вот на электронные письма можно оформлять, например, вот таким вот образом. Еще, если мы это сформулировали сами, мы можем поставить квадратные скобки. И еще можно добавлять дату получения. Это когда мы отправили письмо адресату, а это когда он его получил. Как получить эти данные? Если вы ставите, отправляете письмо с уведомлением о прочтении, тогда вот эту дату можно ставить. В принципе, не обязательно, но как вариант имеет место быть. Ну, вот так вот приучает уже нас писать правильно тему письма в электронных письмах, потому что вот по теме письма заглавие формулировать очень удобно. Ну, и краткая схема, чего, откуда брать из электронного письма, из каких полей, я вам здесь вот тоже привела, разделила все это электронное письмо на отдельные фрагменты, и откуда мы это можем брать. Ну, первые строки, понятно, что после приветствия. Ну, вот такой еще один вид. И про статья из блога, тоже один из вариантов, который мы можем цитировать. Блог профессора. Мы делаем отсылку к статье из этого блога, ну, вот открываем по ссылке сам блог, и вот мы, например, вот эту статью первую и хотим на нее сделать описание, включить в свой список источников. Здесь на что обращать внимание? Ну, вот название блога раз, данные об авторе, обязательно смотрите, если их нет на странице с самим текстом статьи, обязательно посмотрите, где это должны быть данные об авторе. Здесь вот они вот таким образом представлены, а может быть и где-то зашиты в меню. То есть придется еще покопать и сам сайт, чтобы найти данные, что это за профессоры, инициалы, хотя бы для того, чтобы правильно указать. И название сайта. Вот эта часть нам тоже важна. Обязательно смотрите, что пишется наверху. Значит, есть сайт развития инноваций, и внутри этого сайта есть блог профессора. Поэтому дальше мы открываем саму статью. Вот откуда мы можем брать данные для того, чтобы составить описание. Ну, во-первых, адресная строка, понятно, смотрим. Адресную строку берем оттуда, название статьи есть, и дата публикации, вот она есть. Если она у нас указана, то вот как раз дату публикации мы можем... Блог – это все-таки можно считать периодическое издание, там периодически публикуются статьи, поэтому мы можем указать дату публикации. И вот, например, как вот здесь. И вот тогда у нас получается вот такое описание. Вот мы нашли, собрали со всех... все необходимые нам элементы, и можем составить описание на статью из блога. Заголовок, заглавие. Здесь мы пишем, что это статья. Текст электронный можем опускать, можем оставить. И откуда это взято? Через две косые черты. Блог профессора Звягина. Вот так было написано в источнике. Можем написать и по-другому. Мы можем написать вот эти данные, блог профессора Звягина, например, вынести сюда. Статья из блога профессора Звягина. И тогда за двумя косыми чертами у нас получится. Оно развитие инноваций, двоеточие, и в квадратных скобочках мы пишем сайт. Или там портал. Что это такое? Ну, в данном случае это был сайт. И дальше адресная строка, ссылка на саму статью. И вот два варианта. Мы можем написать, если это продолжающееся издание, такой периодический происходит, там публикации, дата публикации. А можем написать дата обращения. Либо то, либо другое. Ну, так тоже можно. Ну, вот как приведенный вариант, и как его еще можно исправить. А вот это вот взяли из заглавия. Это когда писали название этого сайта, я специально вам оставила так, как это взяли. Вот так было написано. Блог, тире, оно, развитие инноваций. Вот когда, если открыть сам источник, посмотреть наверху, что пишется в адресной строке, написано было именно вот так. Ну, так вот и оставили. Это, опять же, разные варианты. И так можно написать, и так можно написать. И видеозаписи. Ссылки и записи на видеозаписи, например, телепередачи. Опять же, на странице, например, запись телепередачи, выложенная на страницу Ютьюба. Обращаем внимание на... Тоже выделила вам рамочками те элементы, которые необходимы, откуда мы можем брать информацию для составления библиографического описания. Сам экран, то, что появляется, заглавие, титры. Вот там может быть указаны и авторы, могут быть указаны ведущие. Иногда у телепередачи может быть не указан автор, может быть написано просто ведущий. И смотрим, какая информация есть на странице на Ютьюбе под этим роликом. Заглавие, вот оно у нас есть. Дата эфира или публикации тоже здесь может быть. Канал обязательно берем. И вот здесь у нас указана... Вот здесь есть дата публикации и дата эфира. Ведущий и от какого числа эфир. И дальше мы можем составить, например, вот таким образом видеозаписи телепередачи. Вот оно название. Вот все эти данные мы сюда с вами вставляем. Ведущие есть. Новгород есть. Название канала мы указали. И вот здесь в квадратных скобочках указывают, что это областное телевидение. Мы можем указывать один файл. Можно указывать, можно, мы говорили, а если один файл, то можно не указывать. Указываем просто длительность звучания. И можем так же, как в ссылке, можем указывать, например, время воспроизведения. И вот как мы смотрели, по новым требованиям точно так же можно указывать. Вот по ГОСТу 2018 в круглых скобочках мы просто указываем время, что вот этот сюжет длится там 5 минут, 6 секунд. И адрес, дата обращения. И вот здесь в примечениях после мы можем написать, например, эфир от какого числа. Ну и в конце изображение электронное, то, что это у нас видеозапись. Еще один момент, на который обращайте внимание. Если есть вот такая кнопочка еще в самом низу, вот это вот другая видеозапись, здесь указано просто название, дата, название телеканала и вроде бы все. И вот небольшое описание и написано еще. Если написано, открывайте, посмотрите все скрытое описание. Потому что, например, сведения о ведущем, об авторе, если они есть, какие-то дополнительные элементы, которые нам пригодятся для общения, описание, они могут быть зашиты в самом тексте. Вот где-то в середине текста вдруг мы нашли имя ведущего. Поэтому не забывайте эту кнопочку смотреть. И про социальные сети. Посты, комментарии социальных сетей. Для составления описания или, если мы даем ссылку на... Ну, в принципе-то мы будем давать ссылку, скорее всего, оформлять на социальные сети, на посты или комментарии, на пост или реплику по вот этому проекту нового ГОСТа, библиографической ссылке. Там оно будет рассматриваться как интегрируемый электронный документ, пост или реплика. И допускаются вот эти вещи... давать на них ссылки. Рассматривается тоже как вариант. Если известно имя автора, то в качестве заголовка библиографической записи мы возьмем имя автора. Автором является лицо, лицо, которое опубликовало этот пост или комментарий, не обязательно. Это может быть лицо администратора, владельца, если это какая-то группа. Или, например, владелец страницы. На моей страничке в Фейсбуке кто-то опубликовал пост. В этом случае автором будет не владелец этой страницы, а человек, который этот пост опубликовал. Приводим ровно так, как под заголовком указываем имя, ровно так, как оно было приведено. То есть допускается указывать фамилии, имя, отчество, а также псевдонимы и никнеймы автора. Вот как он опубликовал Мататалаб Раша. Вот ровно так мы это и укажем в описании. Ну и плюс название. Здесь ничего не написано в сопроводительном тексте, его нет, тогда мы берем название. Вот если это репост, то и того поста, что он опубликовал. Если есть какие-то слова, то тогда мы их записываем. Ну, например, это может выглядеть так. Мы можем описать под заголовком, мы можем описать под заглавием. Статья такая-то, новость от участника группы. Это сообщение было, этот репост был выложен в группе, поэтому мы можем указать, например, вот так. От участника группы и название группы вот идет у нас за двумя косыми чертами. Вот она группа, и это является составной частью сообщений этой группы. Пост в группе, Facebook, название группы, вот оно есть, дата. Иногда указывается, да, в общем-то, не иногда, а всегда у нас указывается дата и время. Время можно указывать, можно нет, но если много, активная группа, много публикаций, то лучше указать, чтобы легче было находить. URL, да, в случае чего. Дата обращения и режим доступа, составная часть, поэтому пишем после URL для авторизованных участников. То есть надо авторизоваться на Facebook, и только после этого можно посмотреть. Если группа закрытая, тогда пишем, это нужно тоже указать в режиме доступа, что только для не просто авторизованных участников этой социальной сети, но и для участников этой закрытой группы, что группа закрытая. Вот еще один вариант. А вот здесь у нас есть слова, предшествующие публикации. Вот тогда в название поста, в название пойдут у нас они, вот сюда. Но у нас есть автор, да, указано. Все нормально, фамилии, имя, отчество, вот мы их сюда указываем. Первые слова, мероприятие от администратора, кого указываем, то же самое. Название группы, что это пост, от какого числа, время можно указывать, можно не указывать, ну, можно указывать, да, URL и режим доступа. А, Ольга, мы решили его здесь не указывать, упрощаем. Как условно обязательный элемент, можно указывать в конце, вот то, что мы говорили, текст электронный, я все время вам выделяю таким желтенько-оранжевеньким цветом, что не всегда это имеет смысл указывать, например, для каких-то несущественных письменных работ, для рефератов студентов, это можно, например, опускать. Да и в курсовых работах тоже, которые не публикуются, это не всегда, можно обходить этот вариант. Вот поэтому мы вот в этом варианте без этого элемента и указываем. Но смотрите, какая штука. Если мы нажмем вот сюда, на ссылку, да, и возьмем вот этот вот адрес, то, что написано в адресной строке, это адрес группы. Вот для постов и комментариев есть такая маленькая хитрость с адресами. Мне нужен адрес именно вот этого сообщения, поэтому я нажимаю правой клавишей мыши вот сюда, на дату 2 апреля 22.56. У меня выскакивает сохранить, да, скопировать адрес ссылки. Вот я его копирую, и он получается вот такой. Вот если я его вставлю, у меня получаются вот эти 8 строк вот сюда в URL. И он неактивный. Она вставляется не... Почему-то она была неактивна. А мне нужно, нужно, нужно вот сюда. Дата. Дата. Это вот мы сюда, сюда ее поставили в область примечаний. Вынесли сюда дата обращения, дата публикации. Да, это сама ссылка, когда это было опубликовано. Поэтому оно у нас идет не в сведениях об ответственности. Сведения об ответственности у нас здесь вообще нет. У нас есть сведения, относящиеся к ресурсу. Это вот где его искать. Это скорее, знаете, замена страницы. На какой странице искать, на какой дате его искать, где оно расположено. Потому что с группами там целая история. Поэтому мы вот посчитали возможным сделать, например, вот так. Что мы его ищем, это как страница. Поэтому оно идет в области примечаний. А вот здесь пробел у нас. Еще один должен был быть. Перед URL. Ну вот смотрите, что у нас получается. А как же нам получить вот эту вот вещь? Еще гиперактивную ссылку. Значит, смотрите. То же самое у нас получается с комментариями. Вот с комментариями вообще целая история. Если мы захотим дать ссылку, мы также нажимаем, например, вот сюда, на комментарий. Составили текст для комментария. Нажимаем, ссылка у нас вот такая. А вот текст, описание, вот эта ссылка на вот этот вот комментарий. Вот он у нас идет вот так. И вот она ссылочка, совсем-совсем коротенькая. Значит, смотрите, какая здесь история с социальными сетями. Вот в Фейсбуке это точно есть. Здесь немножко приходится поколдовать с указанием ссылок. Вот эта ссылка на пост. Для того, чтобы она получилась вот такой, из такой большой, такой маленькой и гиперактивной, мы делаем простую вещь. Мы в самой группе этот, нажимаем на эту ссылку, открываем в отдельной вкладке сам пост, открываем этот пост и берем ссылку уже на этот пост из адресной строки. Тогда он у нас будет вот такой и указание на номер вот этого поста. И перейдя по ней, у нас будет открываться в отдельной вкладке отдельный вот этот пост. Не вся группа, не все сообщения, а вот этот пост. Поэтому нажимаем сюда, правой клавишей мыши, вместо скопировать ссылку, нажимаем открыть в новой вкладке. И уже из новой вкладки отдельного поста мы берем ссылку. Тогда у нас будет вот так. Написано из какой группы и номер вот этого поста, адрес. И тогда он у нас будет открываться. С комментариями еще более сложная вещь. В комментариях ссылка на отдельный комментарий не дается. Открывается и копируется ссылка на сам пост. То есть вот к этому посту был размещен, вот к этому посту у нас был размещен комментарий. Но ссылка, которую мы ставим, будет открывать этот пост. И тогда внутри поста нам нужно будет искать этот комментарий. Это вот особенность соцсети. Вот так по-простому отсюда он ее не вставляет. Если он дает вот такую большую ссылку на сам пост. Как сократить ссылки? Можно сократить вообще вот до такого названия группы. И открывать сам пост, а внутри поста уже смотрим комментарии. Вот именно поэтому мы сюда и дописываем комментарии от какого числа. Это как страница, замена страницы вместо, например, вместо указания на какой странице мы пишем дату. За какую дату или время можно найти этот комментарий или этот пост. Перед названием источника. Да, Любовь Горану, я говорю, здесь возможны варианты, можно и так. Как же выйти по этой ссылке? А вот если мы по этой ссылке, потом посмотрите в презентации, они активны, вы прям попадаете на сам пост. Как сделать? Здесь просто сокращаем. Как сделать сокращение ссылки? Не пользуйтесь кликерами. Во-первых, он вам сюда напишет кракозяблю. Да, вот сюда. Она будет, да, короткая, но совершенно непонятная. Во-вторых, они очень часто слетают. Поэтому самый простой вариант и самый лучший вариант – обрезать ссылку, но правильно установить гиперссылку. Если мы просто вот эту красную часть до названия группы отрежем и сделаем вот так, то и все, и на этом успокоимся, то он нас будет выбрасывать не на пост, а на адрес самой группы. И вот мы попадаем в группу, а где там искать этот пост, особенно если он три месяца назад был опубликован, мы его уже не найдем. Поэтому пользуйтесь просто теми возможностями, которые есть в текстовом редакторе Word. В презентациях тоже самое делается. Вот, например, для слайда, как сокращается ссылка. Я ее, вот эту длинную ссылку, мы копируем полностью, да, мы ее вот так вот выделяем мышкой, мы ее скопировали в буфер обмена, потом мы отрезали красненькое, оставили вот эту короткую ссылку, а дальше мы делаем вот такую вещь. Выделяем эту короткую ссылку, этот текст курсором, ставим мышку на выделенный фрагмент, нажимаем правой клавишей мыши, у нас открывается списочек, выпадает менюшка, там написано, есть такая строчка «Изменить гиперссылку». Мы ее открываем, у нас открывается вот такое окошко, и вот наверху наш выделенный текст будет написан, видите, текст этой самой ссылки. А вот сюда он может быть написан вот так же коротко, либо вообще пустое поле. И вот сюда вторым шагом мы вот этот скопированный нами длинный адрес просто вставляем копипастом, нажимаем «Ок» и у нас получается короткая ссылка, а адрес записан длинный, выглядит красиво, а переходы осуществляются правильно. Вот эту вещь можно использовать, например, для сокращения ссылок в тех же рабочих программах дисциплины, когда нужно дать ссылку на конкретный учебник в электронной библиотечной системе. Тогда мы сокращаем до первого доменного имени, например, у нас будет написано на biblioclub.ru. Все. Дальше у нас ничего не будет написано, это уйдет в текст, а длинную ссылку, которая ведет на страницу самого учебника, мы записываем сюда, сохраняем, и все, ссылочки выглядят красиво, а работают корректно. Вот это вот хороший такой способ сокращения до доменного имени, потому что кликер вам в монографии... Вот в монографии, смотрите, опять же, если допустимо, если можно, если научная редакция не придирается к тому, что вы даете ссылку на какой-то комментарий или пост, или видеоролик, то вот так можно сокращать до первого доменного имени, она будет работать. Но если это электронное издание, если это печатная монография, тогда да, тогда придется указывать полностью, потому что гиперперехода не будет. А вот для электронной книги, да, это вполне можно, если у вас подразумевается электронное издание. Ну вот, коллеги, в принципе, на сегодня у нас с вами и все. Мы с вами посмотрели несколько примеров, разобрали пример описания Елены по подписке для авторизованных пользователей. Надо посмотреть у нас в одном из предыдущих вебинаров, то ли предыдущий, то ли препредыдущий. Вы посмотрите, там у нас этот пример был про электронную библиотечную систему и вот эти два разных варианта ссылок, два разных варианта, прошу прощения, я вам открываю сейчас материал для скачивания, у нас было про электронную книгу из ЭБС. Мы как раз там этот пример разбирали. Если не... Так, в файлах я вам открыла все дополнительные рисунки, можно будет скачать. И, коллеги, если кто-то не успеет забрать материалы из вот этих дополнительных слайдов, из вкладки файлов сейчас, не волнуйтесь, я эти дорисовки, презентацию самое главное возьмите, а дорисовки я вам выложу тогда в нашу группу библиографии для небиблиографов, чтобы можно было их забрать и дополнить. Ну вот, вроде бы, коллеги, у нас и все. Сейчас я посмотрю быстренько вопросы про презентации. Да, есть ли название статьи, то как по нему найти ДОИ? Александр, если есть название статьи, как по нему найти ДОИ? Если ДОИ присвоено, то в источнике по ссылке вы переходите, смотрите название статьи, и, как правило, в том же e-лайбрере, например, они указаны. Не ко всем статьям присваивается ДОИ, поэтому если есть, то оно указывается. Ну, название статьи автора в e-лайбрере, поиск осуществляем, смотрим, либо по другой базе данных по изданию, где-то же эта статья опубликована, ну, посмотрите архив номеров журналов, и там, если присвоено ДОИ, то можно указать. Можно указывать только ДОИ, ссылка и время обращения нужно. Елена Викторовна, смотрите, если мы даем первичную ссылку, мы указываем все данные по статье, время обращения с URL, а, все поняла. Да, указывается ДОИ, страница, откуда мы это взяли, да, время обращения, да, тоже указываем, когда ссылаемся на какой-то источник для печатных изданий. И ДОИ, и ЭТО. Может быть, примут решение, что в ссылках оставят только, например, вот, ждем с нетерпением, да, нового ГОСТа, может быть, там этот вариант будет прописан, что только ДОИ и все, может быть, это пока указываем. Запятая после фамилии в описании, запятая после фамилии в описании, в принципе, да, но для студенческих работ, мы уже об этом с вами говорили, можно это опускать, например, для непубликуемых работ. Это скорее для библиотек, для каталогизации, для машинного поиска фамилия отделяется. И так, и так можно. Нужно ли после слов дата обращения ставить двоеточие? Да, после дата обращения двоеточие ставить нужно. И отделяем только одним пробелом. Ирбис. Так, Руслан Баев. Допустимы ли списки литературы с таким сокращенным описанием помещать в РПД? Вполне. Вполне, да, можно. Режим доступа, только вместо режима доступа, если это не ссылка, это у нас идет описание учебника, видимо, да, электронный учебник, тогда не режим доступа, только вместо режима доступа мы пишем URL. Руслан Баев, вот это, это к вам, к вашему вопросу. Просто поменяйте на URL, по новому госту мы пишем все-таки URL. Это раньше мы писали режим доступа. Списки литературы, да, вполне. И вот здесь как раз то, что говорили про сокращение ссылок, у нас, например, сокращали ссылки biblioclub.ru, и вот это вот то, что идет индексы за ними, они просто гиперссылка, вот как я вам показала, вот так вот мы делали. Как раз для рабочей программы дисциплины. Объявлен ли, обязательно ли из СБМ в составной части ресурс? Если это составная часть многотомного издания, да, многочастного, то да, тогда мы его пишем, если он есть. Кавычки, а, точка после URL, нет, не ставим. URL, двоеточие, и пошла адресная строка через пробел. Дата создания, дата публикации, да, Светлана Чазова. Иногда в электронных ресурсах у нас нет даты публикации, это может быть вот дата создания, вот как у нас было, да, презентация озвученная, там нет даты публикации, там есть дата создания, когда аналогично можно указывать. Где аналитическая, СБМ, да, вот про это мы уже говорили, СБМ после года до URL, есть ли это составная часть. Если делать ссылку на вебинар, две части, когда... Вот, Ирина Чернова, если даем ссылку на вебинар, две даты как раз и указываем. Дата эфира в примечаниях и дата обращения, то есть когда я его посмотрел, это после URL, как дата обращения. Так мы пишем дата обращения, когда я ее указывала. А дальше через точку тире в примечаниях можно указать дату записи, да, дату эфира. Электронный курс могут считать несколько авторов, их всех указывать. Да, если в электронном курсе несколько авторов, тогда мы по правилам библиографического описания книга одного, двух, трех, четырех авторов смотрим этот раздел, и по этим же правилам мы их указываем. Либо закосую чертой, либо одного автора, либо под заглавием, и при ссылках то же самое правило действия. Как для книг, для авторов то же самое. Про описание интервью. Наталья Мусаева интересный вопрос. Это мы пишем... Приведу я этот пример, но только уже не сейчас. Сейчас у нас второй вебинар уже скоро начнется. Попробую я вам привести в интервью то же самое, как при видеозаписи. И мы пишем, если это в названии есть, то мы указываем в названии интервью с Владимиром Путиным, либо в сведения об ответственности. Заглавие, как нам изменить мир, двоеточие, интервью с Николаем Григорьевичем Чернышевским. Да, вот в теленовостях. Ага, вопрос поняла. Я вам тогда пример этот подготовлю уже про интервью, как это можно, как вариант. Область публикации, производства или распространение места и дат в публикации можно ли упустить? Ольга Уринцева в некоторых случаях можно, в некоторых случаях нет. Если они указаны в источнике, то тогда мы их приводим. Если они в источнике не указаны, особенно с электронными ресурсами, мы часто с этим можем сталкиваться, ну тогда, ну, и никак их добыть невозможно, тогда уже так. Буквенно-цифровой код Александр Копоров. Прошу прощения, если я вдруг ошибаюсь в фамилиях. Если у электронного учебного курса есть помимо названия буквенный цифровой код в каталоге курсов, как этот код правильно указывать вместе с названием. Смотрите, если это какая-то внутренняя нумерация, ну, знаете, как на каталожных карточках, есть шифр хранения книги в библиотеке. Мы его в библиографической записи не указываем. Если это относится к разряду служебной информации, то его можно не указывать. Если мы, например, приводим описание или ссылку даем на курс, статье или выпускной, или курсовой работе, или там своей монографии, то это можно опустить, если это вот такая вот служебная информация для поиска, например, внутри каталога электронных курсов университета. Тогда можно рассмотреть как служебную информацию. Так, где находится группа? Наталья Дареевна, сейчас дам. Надежда, ссылочку. И Надежда Субракова, сертификаты будут. Сертификаты будут обязательно. Значит, ссылку на группу коллеги я вам сейчас в чат дам. Вот, вот она. Ссылка на группу библиография для небиблиографов. Вот, я ее вам разместила. И про сертификаты я вам сейчас расскажу. Ну вот, вроде бы на сегодняшний день у нас коллеги. И все на этом мы с вами нашу встречу заканчиваем. Если будут какие-то вопросы, можно написать в личку и в группу. Обязательно всем отвечу. Я знаю, что у меня есть долги по ответам. Но, к сожалению, вот была неприятность со здоровьем. Поэтому только-только возвращаюсь в боевой режим. Поэтому всем отвечу. Простите, кому еще не ответила. Ну, на этом мы нашу встречу завершаем. И я...